Путин решил сделать обязательно психологическую помощь для тех, кто возвращается с войны. А мы, наверное, понимаем причину этого, ясно, что на них наплевать, но количество зверств, которые творят вернувшиеся, оно уже начинает просто так ужасать. И то, что они творят, не просто воруют, не просто боярышник в аптеках ворует, а просто режут, насилуют и ухватят. То есть дошло до Кремля понятие, что это может вспыхнуть. Да, но еще вы знаете, я сейчас демарочку небольшую сделаю, у Путина, скорее всего, в советниках появился психолог. Почему? Потому что кроме вот этой психологической помощи он также достаточно долго, необычно долго для президента России говорил о профессиональной психологической ориентации молодого пополнения, чтобы они из шестого класса ходили по заводам, чтобы специалисты фабрикам, специалисты с ними работали, определяли, на что подросток более нафравлен. То есть это работа, нормальная работа психологической службы. То есть здесь упор на психологию, минут 5-7 он об этом говорил. Потом то, что вы сказали, это психологическая помощь тем, кто пришел с войны, и работа с посттравматическим стрессовым расстройством, она необходима после любых боевых действий. И, к сожалению, в Украине это тоже необходимо. Но у нас хоть куда-бедно эта работа идет. То, что Путин озвучил, да, действительно, для него этот психологический феномен, ему доносят, что это может нести угрозу. Потому что случаев много, и они будут только увеличиваться. И даже вагнера сейчас, они ушли в сторону. Но все равно бойцы, даже не осужденные ранее, будут возвращаться и будут творить дичь у себя на местах. Это однозначно. Это посттравматическое стрессовое расстройство. Оно к этому способствует. Вы, как специалист, врач, это все-таки знаете очень хорошо. И то, что касается вот этих угроз, когда на этих зверствах могут люди просто устать и сказать, что да сколько можно терпеть это быдло, которое возвращается и считает себя главным. Помните, я не знаю, видели вы или нет, меня очень в хорошем смысле привлекло, когда таксист просит выйти человека, потому что он курит в машине, а этот человек начинает ему нести, я выемал, а ты где был, да я сейчас тебе челюсть сломаю. Даже на таком простом бытовом уровне вот эти вояки, они начинают показывать агрессию. Да, это ПТСР в чистом виде. Это будет только ухудшение и с этим надо что-то делать. Но вы знаете, то, что Путин сказал, не факт, что этим будут заниматься. Вот совсем не факт. Вот абсолютно не факт, действительно. Спишут деньги. Спишут деньги и на том и здорово. Вы говорите, ПТСР, ну да, массово сейчас есть служба поддержки украинских воинов, но это разные ПТСР, согласитесь. Я, возможно, ну там, каструбата это объясню все-таки, врачи только по образованию, но ПТСР украинских воинов, это получен в результате отражения нападения, а не генерации террора, как это происходит у российских солдат. Это разное абсолютно состояние, правильно я понимаю, или нет? Идеология. Идеология разная. Мы защищаемся, но украинские солдаты не идут, насилуя пачками, там, расстреливая мирных жителей и просто изгаляясь ради того, что ты можешь себе это позволить, как это делают русские эти, так называемые, завоеватели. Вот в чем проблема России в том, что к ним приходят убийцы в Кубе, напившиеся крови, да, и начинающие за ней скучать. Вы как психолог вообще представляете, из такого состояния, насколько сложно будет потом выводить этих ублюдков? Я не думаю, что это возможно в принципе. То есть, скорее всего, их придется изолировать. Снова туда же, откуда они и вышли, в большей части. А работать психологом с такими, я не... Ну, вы представляете, вот он безнаказанно может убивать, насиловать и получить за это орден. И получить за это какую-то индульенцию, там, по типу поступления, высшего учебного заведения. Я вспоминаю также несколько интервью, когда берут интервью просто молодого человека в Калининграде. И говорят, ты бы пошел на войну? Да, пошел бы, потому что там можно за деньги убивать, и тебе за это ничего не будет. У другого спрашивают где-то там в Казани, или я не помню, какой город, что для вас война? Вы бы пошли, и говорят, это не война. Там же хорошие деньги платят, это работа. То есть, для кого-то это возможность безнаказанно мочить. Для кого-то это... Ну, да, вот я или у станка стою, или хлеб добываю, или убиваю. Но за это же деньги платят, значит, это работа. То есть, вот эта идеология абсолютно права, что, скажем так, я уже как психолог скажу по результату, ПТСР украинский по своим последствиям агрессивное поведение будет значительно ниже, чем ПТСР российский. Потому что там агрессия культивируется. У нас агрессия – это вынужденная мера. И даже сейчас на войне никто не говорит, что иди, загрызи и изнасилу этого русского. Никто так не говорит. То есть, да, идет охрана. Вот эта идеология, в абсолютно правы, действительно, на последствия, именно на проявление поведенческих паттернов оно точно будет оказывать влияние. Но, с точки зрения воздействия на здоровье самих бойцов, я думаю, что они будут в форме. Понял. Но не так, как лечить собираются в Российской Федерации, как, скорее всего, там есть план об утилизации этих всех, этого зверья на линии фронта. Я говорю о тех нескольких журналистских расследований, которые недавно появились, о том, что происходит внизу российской армии. Там происходят, там зэковщие, там, ну, я не знаю, Малюта Скуратов, наверное, отдыхает на сегодняшний день. Они насилуют друг друга, ну, тот, кто старше по званию. Они выгоняют друг друга на мороз, они изгаляются, измываются, издеваются над своими же. У меня вопрос. А почему это массово все терпится? Оружие есть в руках у каждого. И патроны есть. И взрывчатка есть. И взрывчатка есть. Ну, 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 ну. Редкий случай, когда это, ну, я два или три случая, два, помню, когда, кстати, недавно один человек расстрелял подполковника, майора и еще кого-то, и потом сам покончил его. И помню, когда группа из семи человек начала расстреливать своих побрат... Ну, наверное, непобратимых коллег по воинской части, и потом с оружием и с техникой, там, автомобили слились с этой позиции. Там было все из-за неустановленных взаимоотношений. Но это... Если это в армии происходит повсеместно, и люди терпят и не дают опор, то это говорит об общей ментальности в России. Вот именно мы с вами это говорили. Ну, ну, Герасимовский. То есть, вот, к сожалению, вот это вот холопство у них получается уже настолько, ну, культурой взросшено, что с этим... Это ужасно, на самом деле. Я не представляю. Когда ты ложишься спать, знаешь, что тебя завтра фоимиют или тебя завтра раздетым выведут на мороз и оболют водой, и потом это будет повторяться, повторяться и повторяться, и ты с этим ничего не делаешь, имея автомат в руках, это грустно. Это вот очень грустно. Я никогда не любил разговоры про национальные черты, но в последнее время я понимаю, что они все-таки существуют. Но отсутствие гордости, это, наверное, национальная черта российской эры, россиян. Всей россии. Вот я, кстати, не видел, чтобы кавказцы, независимо от того, какой они национальности, чтобы кавказцы были в роли таких терпил. Я этого не вижу. Кстати, буряты-башкиры могут быть в роли таких терпил. Это я видел. Ну, может быть, это связано еще с этническим или религиозным каким-то, не знаю. Но, да, вы абсолютно правы. Именно вот русский этнос, он сейчас действительно большой-большой терпила. Ну, и то, что, по примеру, у вас с 17-18 года российская армия поднимется снизу и пойдет куда-то на своих же, в это вы не верите? Я не верю. Не верю. Для этого должен прийти какой-то военачальник по типу, простите. Я не считаю его военачальником, но он эмоциональный, харизматичный Пригорин. А вот если такой вдруг... Пригорин же возник, в принципе, очень быстро из ниоткуда, по большому счету. Если такой появится, его не успеют убрать, то он может за собой каких-то там пару бригад куда-то отвезти. То, кстати, по моему мнению, этих пару бригад вполне будет достаточно. Для того, чтобы... Вы же опыт Пригорина многих научил. Посмотрите, как сейчас быстро начинают затравливать военкоров, которые хоть слово поперек говорят. Доводят до самоубийства и так далее, как этого Морозова. Да, да, да. Все еще опыт Пригорина их многому научил. Это действительно. Субтитры создавал DimaTorzok